Мы продолжаем рассказывать о людях, которые всю свою жизнь посвятили Тюменской земле. Так, в селе Барки остался единственный во всем Тюменском районе детский дом. В нем уже почти 25 лет работает библиотекарь Нина Сорока. Под ее опекой 36 ребят. Она не только знакомит их с произведениями, но и пишет историю детского дома. Екатерина Кальченко заклянула в книжное царство. Нина Алексеевна библиотекарь. В ее книжном царстве больше 5000 изданий. Есть и вещи уникальные. Однажды Ольга Николаевна Борисова, это воспитатель, потихоньку мне сказала, чтобы я не забывала родителей и чтобы я писала матери письма. Она хранит уже больше 15 лет письма бывших воспитанников Барковского детского дома. Читает их новым жителям приюта, чтобы предостеречь от ошибок предшественников. В этих письмах много историй о том, как непросто оказалось во взрослой жизни. Хронику детского дома она лично собирает четверть века. Вот фотографии 60-го года. Но тогда еще стояли те здания, в которые приехали эвакуированные дети. Остались только фото. И то мы с большим трудом эти фотографии нашли. И вот я подумала, что нужно это все увековечить. Приют в Барках построили еще в 1934 году. Он был одним из первых, куда приехали дети из блокадного Ленинграда. Тогда в селе оказались 100 маленьких беженцев. Сейчас у 36 воспитанников совсем другие условия. А культурное развитие ребят на Нине Алексеевне. Еженедельно библиотекарь знакомит подопечных с книгами, но чаще всего собираются, чтобы просто послушать рассказы из ее уст. Самая главная традиция – это история нашего детского дома. У нас же контингент детей постоянно меняется. Очень много детей в настоящее время из трудной жизненной ситуации. И вот как-то мы работаем и в планах воспитательной работы у нас прослеживается эта история детского дома. Чтобы знали наши дети, кто работал, какие дети у нас были. В настоящее время в Барках нет ни одного фронтовика. Они все уже умерли. Знакомство с детским домом у новичков начинается с музея. Здесь собраны предметы быта, которыми пользовались жители Барков. Есть даже икона, которую нашли на туре воспитанники. Нина Алексеевна надеется, что труды ее не напрасны. Она ждет, что новые письма в детский дом напишут и эти ребята. Но только с хорошими воспоминаниями. Екатерина Кальченко, Антон Пригорницкий. Чеменское время.